как этот самый блин или вот даже этот самый по правый сектор не дает от зоны этого ходили украинским солдатам тоже брат на брата и нет как вот там инь-янь и уже не подходит там инь-янь в инь-янь короче ну то есть пошло уже этот самый зеркало к зеркалу ставишь и коридор от этого точно так же этот коридор пошел с этими с неприятными ситуациями переворотами этот рерих же шин этот был такой художник сергей рерих духовно-литературу религиозными культами увлекался он нарисовал картину последнего ангела этот последний ангел золотым мечом с огненными крыльями ключ у него на боку и самое главное что он был в русской старинной одежде то есть жил он великобритании на балконе он выходит девятьсот шестнадцатом году или в четырнадцатом и шестнадцатом году эту картину нарисовал то есть короче если содом и гамора загорела ну содом и гамора сгорел аж за прелюбодеяние за изощренную то есть в америке сейчас это все процветает то есть как вот я с человеком спорил горит не поверю я что католики прям благословляют на супружеские браки гомиков это не католики они баптисты все 90 процентов американцев баптист католики на это это ведь католи хуже католицизм это баптизм это еще до католицизм еще хуже с каждая каждая секта все хуже и хуже отходит больше дороги 100 тогда содом и гамору сжигали ангелы это насколько насколько и по библейским писанием известно следующий пасы град будет уже с я думаю с российских тополей и скандеров ну ангел то пришел российской одежде наши гомиков кто будет сжигать москве служит ну так и наших это кто лужков тогда асфальт убрал да нет собираем плитку положил ну да вот после педи вот она к этому все идет я вам логическую цепочку не прикалывал не с точки зрения лингвистик ну вот франсуа алланд президент франции бы расшифровываю франк сует в анал правильно подходит даже взять те две мистрали которые ушли вырую русские же струны русский вегипет приходит он приходит франсуа алланд франк своего франк сует в анал приходит президенту украины порошенко понятно куда он приходит он приходит парашу там он делает свое дело дальше приходит коломойский перемывает франки откала но это я 5 колоний ул приходит перемывает дальше приходит ангела меркель меркель меркантильная меркантильные люди любят деньги деньги любят чтобы их считали она считает сколько там франсуа уисла сколько коломойский перемыл дальше выглядывает из параши барак обама барак это дом обама обманывать выглядывает и говорит что денег нет вот и вся логическая цепочка а дальше с трампом ничего не трамп с трампом не связал еще трамп Это трамплин, он либо полетит, либо упадет Вот если он будет с Россией, полетит Не будет с Россией, не полетит А вот еще один, еще одна яркая личность Вот Ляшко, я уже говорил за Содома Гомера Ляшко, Ляшко, нога То есть человек занимается прелюбодеянием голым, ногой Ну вот Ляшко, Ляшко голый Все же видели его интервью, когда он урода брал Ну вот, пожалуйста Это все Содома Гомера То есть Россия должна все это сжечь Всю эту нечисть Единственная страна Ну как, не единственная страна Кто еще? Сербы от православного и веры не отошли Ну Россия как самый большой православный центр То есть мы каноны не меняли Вот что сделали католики? Католики поменяли каноны В Библии написано Царство Небесное у нее наследует идолопоклонник, еретик и мужеложник То есть идолопоклонник Папа Римский сказал, что он наместник Бога на земле То есть он из себя сделал идол Это та же есть ересь И он благословляет, ну Не отрицает педиков То есть для него это нормальное явление Все мужеложничество Ну вот разделились на темных, на светлых Не на хороших и плохих, на темных и на светлых Светлые тоже могут быть плохие Но это плохие Мы это убиваем людей Если придется Такие помидоры До давно уже воюют? С 14 августа А где начинал? Торговая палата промышленная Путиловский мост Там было весело, конечно Этот самый Что могу сказать по поводу России Это Ну В куче Это медведь, который идет по дороге В лавровом венке и бубеном Ну это 4 человека Лавров, Шойгу, Медведев и Путин Ну Путин по дороге Медведев понятно Интересно Ну лавровый венок это же победитель А бубен это духовно Тем более Шойгу православный Я вот парад смотрел Он перекрестился, поехал Приятно было, что Большой человек верующий Настолько, как оно у него Ну В приоритете стоит оно у него вверх То есть это важно Это хорошо Сколько у нас полководцев Ушаков Этот еще Как вы Суворов Князья святые У нас, блин История велика Это же Я еще смотрел за этих Когда пришли Романовы Россией управлять Тогда же приехали Историки Из Германии И переписали Историю Тогда же были Тартарии Татарская тартария Вот это Центральная русская тартария Монгольская тартария И китайская тартария Вот китайская тартария Строила стену От Китая Потому что Бойницы смотрят в Китай А китайцы говорят Что они ее построили Вот зачем строить Блиндажи Вот мы будем строить Блиндажи Окошками К нам В ДНР Да? Все сложно Конечно Все так просто Конечно сложно Потому что Строили от китайцев Это не китайцы Строили Просто переписали Типа Мы жили под гнетом 350 лет Если мы столько воин Выиграли Наполеон Первая Вторая Какой нафиг гнет 350 лет Ну о чем О чем О чем Речь Врут Где еще сказано Что не знаешь Ну не знаешь корней своих Не будешь знать будущего Ну не будешь иметь будущего Это тоже библейское описание Вот у нас Сначала хотели Лишить корней Теперь нам Навязывают Неправильное Я бы даже сказал Гнилое существование Это американцы Америка Она же превратила Свой народ В уродов В быдло Дети С калькуляторами Приходят в школу Если нет калькулятора Все Родители Почему у вашего ребенка Нет калькулятора Я калькулятор Принесу школу Мне указкой по рукам Сразу нахлобучат Было такое То есть тупым человеком Управлять Понятное дело Легче Чем разумно А толстый Не толстый Жирный А ожиревший Ладно Тут есть Мужики с пузом Ну не обвисшим Пузо то пузо Ну не блин Вот этими гамбургерами В долг взять Они же там все живут в кредит Короче Жопа Великобритания Германия Вот это вот Первая мировая война Нафиг Ее же Россию втянули Ослабили А потом прислали Товарища Троцкого Товарища Ленина Чтобы они доломали Россию Это памятники стоят Ленину На Красном Донецке На площади Я вот так вот хожу И думаю Ну где же эти правосеки Почему они не уберут Этот памятник Ладно Советским солдатам Никакого кривого слова Не скажу А вот Ленин Да Не мало кого Советского Союза Уважаю вожди Но только Сталина И Брежнева Сталин и Брежнева Сделали Советский Союз А это Это не то Рокфеллер Рокшильды Евреи Англия Франция Все эти вот спонсоры Чтобы Россия захлебнулась У нас только один хороший союзник Ну Казахстан понятное дело Только Индия Я вот рассчитываю на Индию Если будет Третья мировая Я думаю Китай будет вести самостоятельную войну У них хватает людей На самостоятельную войну Так у Индика в Китае люди так же А? У Индика в Китае людей Ну в Индика в Китае людей Но индусы у нас Тесные узы Старорусские вот это вот Староверы вот эти Российские Ну вот это Велес Марвоша там Кто там еще Сварох Вот эти все Башки Бойги, башки Не знаю как их называть Наши волхвы русские Учили индусов Духовенство Вот это шведы книга называется Самая старая книга у них Ей 5000 лет Называются они веды У нас веды От слова веда Это слово знать Ну то есть Знание духовное Вот это у нас Может объединить И спасти Ну вместе будем Гаситься Японцы тоже Придурки Я не верю в то Что им преподают В школах Что ядерный удар Нанес Советский Союз Я не верю Говорят что так оно и есть То есть не Америка А Советский Союз Ну то ли еще будет Посмотрим Посмотрим Ирландия Шотландия Целая Африка Я думаю Если вот начнется заварушка Я думаю Ребята Подтянутся Тоже сколько Этых самых Англии Конечно Англичане Они что углумили Что Шотландию Что Ирландию Это если их не обиды Не забыты То вряд ли Не забыты Эти обиды У них там до сих пор Ненависть Не остыла Будет ли вот так вот Работать короче Как вот Как этот Шевченко писал Кобзаль Подминетом поляков Они привыкли Нафиг Что их там Что они блин Низкосортные люди Что им труд Черный Грязный Ну вот и все Нафиг У них вот до сих пор Веки свинцовые Они не хотят их поднимать Они привыкли Что их загондонили Загондонили у людей Ну как вот Если чморить человека С детства То он чморем и вырастет Так вот Так вот И у них и осталось Они не хотят Ничего Ни руку Ни руку Ни ногу Ни голову Ни что-нибудь сказать На Майдане Поплясали за деньги И все Закончились Что там Десять тысяч человек С одна Общество Пришли Поскакали Водку Попили Наркотики Понюхали Все Разбежали Закончилась Революция Столько же Что там Нету адекватных Нормальных Людей Вот это Что мне там Рассказывают Женщину Там что-то Блин Пеной Задувают Я что-то В это Не верю Есть Конечно Такие Люди Моней Чтоб Так Было Что Задували Задували Пенами Женщины Не верю Но то Что они Хотят Работать Это Да Польша Сейчас Тем более Визой Открыли Накрик Это Все Сейчас Туда Все Хлынули На заработки Поувольнялись Нафиг И все Даже Я думаю Те же Вояки Воевали Воевали Мама Позвонила Все В Польшу На посудомойку Устроилась Приезжай Будешь Двор Все Нафиг Та война Вот Говно Это все Это Сраная Пятая Колонна То есть Тут 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 Даже И Не Религия Тут На Религиозная Основ Как этот Задорнов Рассказывал За Далласа Далласа Это Директор ЦРУ Наполеон Первая Мировая Война Наполеон Там Монголы Вторая Мировая Война Короче Если Нельзя Победить Русских Их Нужно Расплить Вот Пожалуйста Западная Идеология Порнография Музыка Кончена Они Там Сейчас Все Американское Счастье Быть Жирным Тупым Геем Буду Выражаться Культурно Ну То Оно Сейчас К нам Пытается Зайти Уже Легализовано Дескать Сделает И из нас Таких Ну Из нас Не успеет А детей Попытаются Ну Да Это Сейчас Уже Поколение Пошло Даже На лет Десять Моложе Разговариваешь С ними У них Интернет Галажопые Бабы Стрелялки Убивалки Это Мало Сначала По телевизору Нас приучают Что Мужчина В женском Платье Это смешно А потом Они уже Приходят В этом Платье К нам Наши Школы Ну Да Трагедия Трагедия Да Трагедия И выхода Мирного С этого Трагедия Нет Постапокалиптические Фильмы Вот они Сейчас Уже Сбываются Реально Вот эти Американские Страшилки Они Трагедия Трагедия Трагедия